Субтитры сделал DimaTorzok А нам в сознании передачи помогает в магазине Он называется Дом Дэнди В нашем мире субтитров Найди свою игру Компьютерная приставка, видеоигра, картридж, диск, журнал Или самый обыкновенный джойстик В магазине Дом Дэнди Все это и многое другое Огромный выбор Вау! Виртуальная страна для реальных геймеров Альтернативы нет Дом Дэнди 47-4196 Богдана Хмельницкого 33 Вам хоть раз приходилось охотиться на овец? Думаю нет Так как для этого вам необходимо быть волком В реальной жизни это невозможно Виртуальной же это переуплощение происходит за пару секунд Так что побыстрее маскируйтесь и вперед за едой Шип, дог, энд вулф Это не бродилка, не боевик и не тактическая стратегия Хотя все это в игре присутствует Это самое настоящее пособие по охоте за овцами Не думайте, что это так просто Ведь играт нам предстоит за самого неудачного с большой буквы персонажа Warner Brothers Встречайте, койот Хитрый, злобный хищник, почему-то не пользующийся традиционными методами охоты Он постоянно что-то придумывает, изобретает и так правило всегда проигрывает Может поэтому программистам из Black Ship надоело смотреть на его постоянные проколы И они решили сделать игру, где наш герой без добычи не вернется Шел обычный съемочный день Волк гонялся за овцами, собака за волком А овцы вообще ни за кем не гонялись и ни от кого не бегали После, как обычно, наш злобный хищник отправился в свою пещеру отдыхать Как вдруг подкатывает здоровенный лимузин, из которого выходит дафи-дак А крутевшая утка стала каким-то крупным продюсером в Голливуде И приехала в глубинку для поиска новых талантов для своего шоу Тут-то все и начинается Каэту предлагают то, от чего он отказаться не сможет Ловить овец на глазах у миллионов зрителей Еда и слава, гремучая смесь Итак, шоу начинается Огромная зона, куча овец, злой пес и очень голодный каэт Смысл игры? Незаметно утащить овцу Что на самом деле не то, что сложно, а невозможно Придется придумывать всевозможные хитрости и уловки, чтобы провести сторожевую собаку Благо для этого у нас в арсенале бесчисленное множество всевозможных изобретений Которые еще нужно правильно применить Не буду рассказывать, как и где, сами разберетесь На протяжении 16 уровней Охота, охота и ничего кроме охоты И опять блок новостей расскажет вам о самых последних новинках в мире компьютерных игр Сперва не так давно анонсированном буквально на всех новых платформах Суперхите студии Neversoft Tony Hawk Pro Skater 3 Как утверждают программисты, более реального спортивно-экстремального симулятора Мы еще не видели Поживем, увидим, сыграем Готовится также к выходу продолжения Самого знаменитого авиасимулятора Ace Combat 3 Игра готова только наполовину Но уже по первым кадрам видно, что это далеко не очередной продукт Из ряда, лишь бы выпустить Играть обязательно То есть летать И напоследок для всех фанатов Resident Evil Недавно появившейся сети Новый игробильный ролик Самой ожидаемой игры 2002 года Новый игрок Новый игрок Если вы не играете в страшные игры А от словосочетания Resident Evil и Silent Hill У вас пробегают мурашки по телу То вам обязательно нужно поиграть в следующую игру После нее вы даже говорить не будете На самом деле, ничего страшного Мне так даже весело Дамы и господа, леди и джентльмены Я приглашаю вас в парк Со странным названием Пилблит Это парк развлечений А вы только боитесь извлекаться здесь будете не вы От вас требуется только одно Выжить любой ценой Тогда вы получите столько денег Что хватит на всю оставшуюся жизнь Ха-ха-ха И если она у вас останется Людей с больным сердцем И маленьких детей В парк не пускают Если же вы уверены в своих силах Заходите Чувствуйте себя Как дома Вот Вот это именно та игра Которую я ждал Игра Которая вылезла за узкие рамки Определенного жанра И поразила всех Своей оригинальностью Не спорю Пилблит придется по душе Далеко не всем Но те Кто до корней волос Проникнутся Эт атмосферой ужаса Без сомнения Возведут в игру Франк своих любимых В чем же заключается Сама игра Я уже это сказал Главное Выжить Семь ужаснейших уровней Семь совершенно разных игр Четыре показателя Каждый из которых Является жизненно важным Это сердцебиение Чуть выше нормы И вы покойник Энергия жизни Несколько повреждений И вы тоже покойник Кроме течения Ну с этим все ясно И адреналин Но мы не беззащитны У нас на вооружении Зрение Слух Запах И шестое чувство Я вижу призраков И с помощью этих чувств Мы можем заранее Заметить любую ловушку И обойти Или обезвинить ее Хотя Это легче сказать Чем сделать Иногда Попав в очередную ловушку И до смерти напугавшись Уже думаешь не о том Как сохранить персонажа А о том Как бы у тебя Не случился разрыв сердца Поверьте мне То что мы сейчас вам показываем Это еще цветочки Ягодки Будут впереди Но вы их Не увидите Ведь нас могут смотреть дети Так что владельцы Тримкас Для вас есть только один выход Приобретайте элблист И вперед Страну ужаса Как я уже сказал В игре много отдельных актракционов И за проходение каждого из них Вам дают деньги В твердой зеленой валюте На что их расходовать Это ваши проблемы Можете накупить в магазине Антибиотиков и бинтов А можете вставить себе В организм Различные имплантанты Повышающие показатели По ходу игры Вы спасаете своих друзей И впоследствии Можете играть за них Но лично мне по душе Самая первая героиня Тем более Раскачанная Многочисленными препаратами Хотя Этот выбор Личное дело Каждого геймера Что ж Я приглашаю вас В мир страха и ужаса Парк Со странным названием Илплит Заходите Чувствуйте себя Как дома Но не забывайте Что вы в гостях И вот я представляю вам Новую рубрику нашей программы В которой вы будете узнавать Об играх на самой популярной Карманной игровой системе Game Boy Сегодня у нас игра На его последней версии Advance Я представляю вам Super Mario Advance Ах, Марио, Марио Сколько лет, сколько зим Самый знаменитый герой Игровой линейки от Nintendo И неудивительно Что этот персонаж Нашел продолжение На новой игровой системе Game Boy Advance Теперь выходя из дома Идя на работу В школу Или выезжая за город Любимая игра Будет всегда своя Ставив в картридж Слов Game Boy Нам будет предложено Выбрать одного из четырех Хорошо вам известных персонажей Взяв как обычно Красного топроводчика Мы отправляемся в путь Программистам Удалось не только Идеально перенести Классическую игру Super Mario Bros. 2 Но и улучшить ее В графическом плане Итак На протяжении Двадцати с лишним уровней Нам очередной раз Предстоит защитить Волшебный мир От врагов Панциря Как вы думаете Во что больше всего Играют на персональном компьютере Конечно же В стратегии Как раз сейчас Об одном из представителей Этого жанра И пойдет речь Я представляю вам Сеттлерс 4 Если честно Я думал что время Двухмерных стратегий Прошло давным-давно Ну вы меня понимаете Там 3D И все такое Но к счастью Я ошибался И снова Уяснил для себя Одну простую истину Главное Это игровой процесс Геймплей По-ненашески Экономика Менеджмент Развитие Когда полностью Погружаешься в игру Забываешь о том Как она выглядит На самом деле Лично я не играл Ни в одну из трех частей Сеттлерса И сев на полчасика Ознакомиться с четвертой частью игры Я вернулся в реал Только под ухом И тут я понял Насколько узок Кругозор геймеров Ограничивающих себя Одним единственным Нелюбимым жанром Отныне я люблю Экономические стратегии Но уверен что вы тоже Полюбите Этих маленьких человечков Если хотя бы полчаса Поиграете в эту игру Вы только посмотрите Каждый из ваших подчиненных Занимается своим делом И сорок Приносит бревна Шахтер полезные ископаемые Разведчик исследует территорию А таких классов В игре огромнейшее количество Наворотов немерено Ну если только одних Тренировочных Миссий 12 штук То это о чем-нибудь вам говорит Привожу самый простой пример Для того чтобы вам получить хлеб Обычный хлеб Сначала нужно посадить пшеницу Дождаться пока она взойдет Затем отнести ее на мельник Для получения муки Которую снова нужно отнести Но уже в пекарню Где ваш умный Пекарь наконец-то Приготовит хлеб Теперь подумайте Сколько нужно игрового времени Чтобы испечь Одну Куханку хлеба Это еще Самый простой пример Но не думайте Что по ходу всей игры Вы будете только развивать Своё производство Нет Ведь на ваши плодотворные земли Постоянно зарятся Недружелюбные соседи Так что войны не избежать Нанимаем регулярную армию Возводим мощные крепости На наших границах И засылаем десант В тыл врага Вот она Настоящая бойня Последний удар Победа Первый уровень пройден Радости нашей нет границ Но посмотри Что впереди еще 20 заданий Ужасаешься Какой же долгой Должна будет игра Хотя Оно и к лучшему Ведь мы покупаем игры Не ради одного Двух часов просиживания Перед монитором А ради очень долгого И увлекательного геймплея По-моему Игра Settlers 4 Подходит под все Требования современного геймера Свыше 50 различных строений Каждый из которых Играет собственную Важную функцию 40 видов работников От грузчика До командира войска И свыше 30 ресурсов Нет Это не сказка Это Settlers И даже если вы не любите Игры такого типа Послушайте меня Поиграйте хлебу полчаса И вы снова полюбите Этих маленьких человечков Царящих в игре Гармонию И экономику В целом Хотя Я знаю людей Которым все это Не нравится Очень надеюсь Чтобы не язык числа Все Хватит Найди свою игру Компьютерная приставка Видеоигра Картедж Диск Журнал Или самый обыкновенный джойстик В магазине Дом Дэнди Все это И многое другое Огромный выбор Вау Вактуальная страна Для реальных геймеров Альтернативы нет Дом Дэнди 47 41 96 Богдана Хмельницкого 33 Ну вот наша программа И подошла к концу Не пропустите новый выпуск В следующее воскресенье С каждым разом Будет все интереснее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!